МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Курзомское телевидение с программой «Взгляд Инсвенсполса» события «Люди-мнение» в студии Татьяна Саксаганская. Мы против обязательной вакцинации. С таким лозунгом вышли на массовую акцию протеста в Инсполщане. Подобные акции в субботу проходили и в других городах страны. В нескольких латвийских городах в субботу прошли массовые акции протеста против обязательной вакцинации от COVID-19. Обязательную вакцинацию работникам сферы образования и некоторых других сфер предусматривают изменения в законе, принятые 4 августа Сэймом в первом чтении. У противников вакцинации эти планы вызвали волну возмущения. Венсполсе антиваксеры, как они себя называют, собрались с Адурентя. Побывала на акции протеста и наша съемочная группа. Наше правительство забыло, что работает для нас. Но они не работают для нас, они работают против нас. Они придумывают различные идиотские мероприятия. Например, помните, зимой нельзя было просто в магазине купить то, что нужно. Кому-то были нужны носки, перчатки, сапоги. Но это еще мелочи. Но это еще мелочи. Люди перезимовали, как-то выжили без обуви, без носков. Но сейчас еще хуже. Они заставляют нас сделать вакцину, за которую не отвечает ни производитель, ни те, кто заставляют ее сделать, ни те, кто физически делает прививку. Никто. Заставляют подписать бумагу, что человек сам отвечает за любые последствия. А почему он должен отвечать, если его заставляют? Пусть отвечают те, кто заставляет. Там пьес-педе им войдет отбилдать по всем секам. Я категорически против того, чтобы людей заставляли вакцинироваться. Каждого свое тело, своя физиология, разные заболевания. Никто не может дать гарантию, что эта прививка не навредит, а она может неблагоприятно отразиться на нашем здоровье. Я считаю, что это неприемлемо заставлять нас вакцинироваться. Мы с раннего детства учим детей тому, что их тело принадлежит только им. И значит, только ребенок и его родители отвечают за манипуляции, которые проводят с его телом. Это просто преступление заставлять человека вакцинироваться, и при этом никто не отвечает за последствия. Я хочу выразить свое отношение к тому, что происходит в Латвии. Я против вакцинации. По моему мнению, эта вакцина недостаточно исследована. Правительство делает, что хочет, заставляет всех, не слышит народ. Я против вакцинации. Тебе вводят какую-то химию, и детям хотят вколоть. Я пришел, потому что считаю, что протест надо выразить. Видно же, что это чистая афера. Политики начали лечить людей. Это все-таки медики должны делать. Акция началась 12 дней и продлилась час. За соблюдением порядка следили сотрудники государственной полиции и полиции самоуправления. В субботу в Венспилсе звучали задушевные украинские песни. Это Венспилское общество украинской культуры «Кабзарь» принимало гостей из Дагу в Пилса Елгова и Вангаже, организовав традиционные дни украинской культуры. В субботу на Рыночной площади состоялось открытие Дней украинской культуры в Венспилсе. В этом году долгое время не было ясно, состоятся они в Венспилсе или нет. А ведь это мероприятие стало для венспилских и латвийских украинцев уже традицией и полюбилось многим венспилсчанам. Все получилось, конечно, все получится, потому что есть рядом друзья, коллеги, есть, наверное, внутренняя смелость какая-то, результат, факт налицо, все получилось. У нас в Венспилсе всегда все получается, если мы очень-очень желаем этого. На открытии Дней украинской культуры в Венспилсе присутствовали представители посольства Украины в Латвии, журналисты, единомышленники и просто друзья-украинцы, приехавшие специально на этот праздник из Елгавы. Это очень важно для нас, тем более, что Украина сейчас находится в таком положении. Агрессия со стороны России, оккупация Крыма, военные действия в Донецке и Луганске. Латвия, как никто другой, хорошо знает, что такое оккупация. И Латвия помогает Украине. В Елгаве на данный момент как раз и проводится. Мы просто разделились немножко, половину приехали сюда в Венспилс, чтобы поздравить Венспилс, чтобы поздравить Украину с 30-летием, чтобы пожелать им счастья, здоровья, и чтобы не было у них никакой войны, и чтобы только мирное небо над головой. Это прекрасно, когда после полутора лет коронавирусной изоляции мы выходим на улицу, мы учимся улыбаться, радоваться друг другу, радоваться музыке, радоваться праздникам. Конечно, это замечательно и прекрасно, что в Латвии, в прекрасном латвийском городе Венспилсе, именно вот так отмечается и предстоящий День независимости Украины. Конечно, мы все счастливы этому празднику и возможности общаться друг с другом. Олег Кудерин – корреспондент «Укринформ» в Латвии. Он несколько лет уже живет и работает в нашей стране. Мы не смогли не спросить его, что же общего у нас с украинцами, какие различия между нами есть на его взгляд. Ну, наверное, любовь к музыке, умение радоваться к празднику и, уж извините, гастрономическая тоже любовь. Потому что, так как в Латвии, любовь к еде, причем не к какому-то простенькому объеданию, а правильно, красиво и очень вкусно, изысканно сделанной еде, вот это, мне кажется, в первую очередь общая. А, ну, разная, все-таки немножко отличаются наши народы. Вот в чем латыши более сдержанные все-таки. При всем их умении праздновать, да, на праздники не отличишь, когда танцуют, когда поют. Но в целом, по жизни, да, латыши более сдержанные, более спокойные. Мария рассказала, что в рамках Дней украинской культуры в Венспилсе состоится много интересных мероприятий. 17 августа к нам в город приезжают художники, как из Латвии, так и из Украины и Польши. 18 августа у нас творческий день открытия в Доме творчества на Майзнегу-11. Вместе с детьми проводим такую творческую мастерскую. Потом творческая неделя для художников. Они до 26 августа будут писать картины. 26-го сделаем выставку картин тоже в Доме творчества. Да, возможно, в этом году гостей с Украины не так уж и много, и программа не такая и обширная, и разнообразная, как в предыдущие годы. Но Дни украинской культуры вновь в Венспилсе. Нить, соединяющая Украину с Латвией, не была разорвана. И это самое главное. 12-й фестиваль «Северной ходьбы» собрал в два раза меньше участников, чем обычно. Но все-таки он состоялся. На фестивале побывал и наш корреспондент Эдгар Сьянсенс. 12-й вселатвийский фестиваль «Северной ходьбы» собрал в Венспилсе поклонников этого вида спорта из разных уголков страны. Гостями стали и участники из соседних байлтийских стран. На старт вышел даже один спортсмен из Бразилии. Всего собралось порядка 200 участников. Наша съемочная группа наблюдала за тем, как они готовятся к старту, а затем по свистку начинают преодолевать свой маршрут. Мы демонстрируем людям, насколько это прекрасное занятие – скандинавская ходьба. Этой ходьбой может заниматься любой, начиная с пятилетних детей и бабушек, которым 95 и даже больше. Занимаясь «Северной ходьбой» можно получать удовольствие, пользу, эмоции, которые дает спорт. Как говорится, если бы физическая активность была лекарством, то это было бы лучшее лекарство в мире. Организатор фестиваля подчеркивает, что обычно это мероприятие собирает более 400 любителей «Северной ходьбы». Но пандемия и ограничения, связанные с ней, внесли свои коррективы, сократив количество спортсменов в два раза. Не приехали спортсмены из России и Белоруссии. И тем не менее, по мнению организаторов, 200 человек – это хороший показатель. В этом году у нас нет большого торта и других мероприятий. Но я верю, что в следующем году все наладится и все вернется. Мы уже строим планы на юбилейный 15-й Вселатвийский фестиваль ходьбы, который будет через три года. Будет большое шоу, так что мы готовимся. Фестиваль будет, желающих участвовать много. Нам всем надо заниматься спортом. Для одних участников фестиваль – это возможность хорошо провести время. Для других – борьба за медали. Опыт их разнится. Кто-то впервые вышел на старт, а кто-то не пропустил ни одного Вселатвийского фестиваля «Северной ходьбы». Я считаю, что это очень демократичный, суперский вид спорта. Не надо много средств вкладывать. Единственное, что надо – это палки и подходящая одежда. А заниматься можно при любых погодных условиях. Думаю, заниматься этим может любой, у кого нет очень серьезных проблем со здоровьем. Просто надо собраться к компании, освоить правильную технику ходьбы и вперед. Начиная заниматься «Северной ходьбой», спортсмены нарабатывают свои навыки, технику. Андрис Валритс дает совет тем, кто еще не начал заниматься скандинавской ходьбой, но уже задумывается об этом. Лучше всего сначала найти друзей-единомышленников и начать ходить в парке. Два километра – один. Сначала вы неправильно будете ходить, особенно руками двигать. Но все равно начинайте. Ничего плохого не будет. Ходите 2, 3, 4, 5 километров. Когда вы уже будете спокойно ходить 3-4 километра, тогда ищите тренера. В Венсполсе есть где-то 5 тренеров, и любой из них бесплатно научит вас правильно ходить. Когда вы будете правильно ходить, вы сможете задействовать 90% мускулатуры. Это главный эффект «Северной ходьбы». Все тело задействовано. Но только если ты правильно ходишь. Но начинайте просто с прогулки, даже без палок, с палками. А затем ищите тренера. И участвуйте в 13-м фестивале. Программа фестиваля включала два маршрута протяженностью 5,3 и 10,6 километра. Девиз фестиваля в этом году был скандинавская ходьба по олимпийски. Фестиваль проходит в рамках европейского проекта «Мероприятие по профилактике заболеваний и содействию сохранения здоровья среди местного населения». Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok